Друзья, всем привет! С добрым утром! Я сегодня так испугалась, это просто какой-то ужас! Вы представляете? У нас сегодня ночью было землетрясение 5 баллов! А где-то около Бурятии и где-то около Аршана вот так вот было 8 баллов! Нас так трясло, кошки испугались, вот так ноги расставили, сидят, глаза большие! Видите, пошла в туалет, Андрюша проснулся, как раз умирал за ней. Я проснулась от того, что нас трясёт. Вот у меня такие глаза, Андрюша, я говорю, что случилось? Он говорит, землетрясение 2 раза сначала трясло, и потом ещё я лжу, у меня прям даже в животе всё трясло. Я так испугалась, просто какой-то ужас! И знаете, что сказали, что у нас режим сейчас повышенной готовности? Сегодня нужно обязательно нам подготовить переноски, документы все собрать. Вдруг опять сегодня ночью начнётся землетрясение. Боже, что в мире творится? То град, то вулкан, это ужас какой-то! Напугалась, это ничего не сказать, что я напугалась! Люди некоторые выбегали на улицу, представляете? Я, наверное, где-то час больше потом не спала, ждала, ждала, и потом через какое-то время буквально там, может, ну, прошло там сколько-то там, я не знаю, может, пару минут, может, 5 минут прошло, и опять как начало трясти. Я думаю, боже, ну, уже трясло не так сильно, уже трясло вообще по чуть-чуть. Этот раз вообще очень сильно, так что, друзья, всех с добрым утром, вот с таким, и всё, я пошла завтракать. Я вам, как всегда, показываю доброе утро, чтобы у вас было доброе утро! Сегодня я буду кушать на завтрак гречку, и смотрите, что ещё. Будем кушать яйцо и самсу. Если хотите рецепт самцы, обязательно заходите на мой кулинарный канал «Вкусняшки от Ксения», ссылку я оставлю обязательно в описании. Мы открыли новый кулинарный канал, и там очень много вкусных рецептов, обязательно заходите, смотрите, лайкайте нас, подписывайтесь. А мы сейчас будем лопать вот эту вот вкуснятина, вы только посмотрите. Так что всё, мы будем кушать, и оставайтесь с нами, не переключайтесь, сейчас ещё что-нибудь вам покажу. Мы идём, короче, смотреть трещину. Так, открываем окно. Андрюша, сейчас скажет твое экспертное мнение. Так, что думаешь? Офигеть! Это штукатурка или дом у нас рушен? Штукатурка сама же не рухнет. Смотрите, сейчас ещё раз вам покажу. Трещина! И здесь вот. Короче, сейчас я буду звонить в МЧС. Наш балкон сейчас вывалится. Офигеть! Замолчи, не говори. Всё, сейчас идём, короче, звонить в МЧС. Да? Сейчас Андрюша позвонит в МЧС и всё расскажет. Да нет, конечно. Что нет, да? Он сакунися, посмотрите на него. Ты боишься, что ли? Я буду звонить. Да нет, не работать надо. Я буду звонить. Да, ты, ты. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Я хочу вам сказать, что у нас треснула стена немножко. По какому адресу? Что не со стороны подъездов, а сзади дома, где второй подъезд между вторым и третьим этажом. Там у нас трещина, я не знаю, то ли она была, то ли она образовалась. Но мы сейчас вышли, а она вообще очень большая. Потому что мы увидели новости, что ездят, смотрят дома. Приедьте, посмотрите, пожалуйста. Ладно, до свидания. До свидания. Все, в МЧС позвонили, у нас нервный стресс. Да капец просто, вообще глюкозы не хватает. У нас болит голова, у нас трясутся ноги. Надо срочно. Мы чувствуем себя очень плохо, надо что-то есть. Срочно щербетику поесть. Ну что, держитесь, не переживайте за нас, мы выживем. Андрюша говорит, болит голова. Я говорю, что за таблетки, пожалуйста? Смотрите, какая таблетка. Это значит, что такое это щербет? Угощайтесь. Мы купили. Сейчас, наверное, что-нибудь нужно приготовить, только вкусненькое, да? И поесть. Да. Вообще стресс. Сейчас мы вам расскажем, как это было. Значит. Ситуация капец просто вообще. Боня встала, ноги расшаперила, как вкопанная стояла. Глаза выпучила, вот такие глаза. Барик сейчас забежал на третий этаж горки, как давай орать. Сильно кричал. Вообще, кто, кстати, не видел нашу горку, смотрите здесь на ссылочке. А Визи прижалась ко мне и такая, мамочка, спаси меня, страшно. А Андрюш смотрит на меня вот такими глазами, глазыщими. Это просто капец. Я стою, а меня, короче, качает во все стороны, как будто бы я еду, не знаю, в каком-то ужасном плацкарке, у которого нет амортизаторов, ни рессор, ничего нету. И, короче, меня качает во все стороны. Люстра ходит ходуном, все звенит. Посуда в шкафу звенит, все трещит. Это просто ужас какой-то. На улице стоит такой гул, как будто бы, ну, я не знаю, военная техника едет по улице. В течение минуты вот так вот трясет и трясет, трясет и трясет, не переставая вообще. Мы-то вообще непривычные. Я первый раз вообще такое ощущал, конечно. Я тоже. Ну, это вообще, ну, никому не советую такое почувствовать. И буквально все успокоилось. Прошло где-то минут 15. И опять. И опять как тряхануло. Ну, не очень сильно. У нас же здесь вот недалеко от Иркутска, ну, как Байкал, да, есть, а еще есть Аршан. Там теплые источники, горячие источники. И это же они нагреваются-то не от батарей под землей. По-любому вулкан. Вулканические породы там, ну, как бы это. Нам вообще очень-очень страшно. Ну, все, не переключайтесь. Сейчас все-таки будем с вами готовить. Очень вкусную еду снимать стресс. Сегодня я решила приготовить мясо по-французски. И хочу вам показать, что мне для этого понадобится. Мне для этого понадобится картошечка. Вот так я ее порезала. Майонез. Сыр я натерла на крупной терке. Потом грибочки я порезала вот таким вот образом. Лук я режу мелко. Помидоры. И куриная грудка. Значит, вам лайфхак. Берете мешочек, кладете куриную грудку и отбиваете. И ничто у вас не разлетается по кухне. Теперь давайте будем собирать. Что я делаю дальше? Дальше я беру картошку и высыпаю грибочки. Вот столько у меня много грибочков. И начинаю все перемешивать. Теперь надо немножко посолить и поперчить. У меня вот такая вот смесь. Я сразу уже все перемешала. И я беру немножко, совсем чуть-чуть, солю и перчу. И так же все перемешиваю. Теперь давайте подготовим лук. Я беру майонез. У меня вот столько много майонеза. Я добавляю постепенно, чтобы майонеза не было много. Потом нужно обязательно, опять же, нашей смесью посолить, поперчить. Немножко совсем добавляю воды. И теперь нужно все это дело перемешать. Ребят, вот такая вот примерно консистенция у вас должна получиться. Вот смотрите, как бы и не жидко, и не сильно много майонеза. А теперь давайте будем собирать. Сначала я беру картошку и грибочки и выкладываю. Дальше я кладу нарезанные помидоры. Дальше на помидоры я буду класть грудку. Но предварительно я сначала поперчу и посолю. Ну а теперь я буду выкладывать мой подготовленный лук с майонезом. Ну все готово. Вот теперь нужно поставить духовку при температуре 180 градусов примерно на 40-50 минут. За 10 минут до готовности я посыплю сыром. Но я вам еще покажу, как я это делаю. Вот я вытащила мясо. Осталось 10 минут до готовности. Я посыпаю обильно сыром. Сейчас убираю мое мясо еще на 10 минут приготовиться и будем, ребят, пробовать. Вот смотрите, что у меня получилось. Вкуснятина. Вы только посмотрите. Сейчас я буду пробовать. Ммм. Ммм, как вкусно. Ммм. Сейчас я позову Андрюшу. О, как аппетитно выглядит. А запах какой вы не представляете себе. Давай, пробуй. Ммм. Вкусно? Обалденно. Вообще. Так что вот такая вот запеканочка у меня получилась. Мы, конечно, сейчас будем это все лопать. А вам желаю приятного аппетита всем, кто кушает. Всем, кто не кушает, тоже бегите быстрее. Берите что-нибудь в холодильнике и садитесь с нами лопать. Мясо по-французски очень готовится просто и получается очень-очень вкусно. Мясо по-французски очень готовится.